Миш, первый вопрос. Куда делся Ливанова? Да вот он стоит. Пацаны, я здесь. Давай, начинаем. Всем привет, друзья! Вы на канале ФИТСТАРС. И сегодня нас ждет очень горячая йога. Я пробовал йогу, чуваки, но, блин, мне не очень зашло, потому что это как-то мне показалось медленно, размеренно. Там вот это все вдох-выдох. И особой нагрузки я, как таковой, не почувствовал. Ну да, там статика, асаны, там гибкость нужна. Но все равно кайфа было немного. Девчачья тема, да? Да я бы не сказал, что это девчачья тема. Я видел чуваков, йогов, ну, парней, которые делают такие всякие штуки крутые. Конечно, хочется тоже это все повторять, хвастаться. Вот смотрите, как я могу стоять на одной руке, там, завязанным в узел. Ну, блин, чтобы этого добиться, нужно прямо кайфовать от этого и стремиться к этому. А у себя я этого не нашел, вот этого желания и удовольствия. Мишан, еще есть вопрос? Про тапки расскажи. Домашний стиль. Хотя дома я в тапках не хожу, я хожу босичком, но тапки кайф. Я смотрю по соцсетям, вот все эти америкосы, там, иностранцы и так далее. Вот они крутые йоги. У нас в России, ну, и в частности в Питере, я вообще не знал, есть ли такие ребята, которых можно пригласить сюда, пообщаться живьем, чтобы чему-то научили, как-то раскрыли по-новому мир йоги. И вот нашелся такой человек, Дмитрий Ковальчук. Привет, друзья. Действительно, я за Мишей довольно давно наблюдаю, вижу эту шикарную мускулатуру, но у меня возникли вопросы насчет его функциональности. Поэтому сегодня я хочу дать пару задачек Мише. Посмотрим, как он с ними справится. Мне кажется, это будет интересно всем. И будет интересно, Миша? Мне очень интересно. Честно. Вообще так интересно, что я даже кушать не могу. Итак, ну что, давайте начинать. Две фишки сегодня мы попробуем сделать. Первая – это стойка на предплечьях. Сильные Мишины руки внушают доверие, но проверим, насколько хорошо он держит баланс. Братан, хоть ты думаешь, сколько я вешу? Не знаю, сотку, может ли? Сотку. Ходячий центнер с яйцами. Ну, тем интереснее будет. Да он не шваркнется, а пол просто. Ламинат свежий, бро. Тут как бы можно это самое. Посмотри, тапки нам придется снять, я сразу хочу сказать. Это очень обидно, кстати говоря. А это будет некрасиво в тапках? Ну, потому что они будут разлетаться, когда ты ноги будешь подбрасывать. Но, в принципе, одну вещь можно и в тапках сделать. Бро, давай начнем с тапочной вещи. Первое задание. Тапочная вещь. Начинать мы будем из собаки мордой вниз, что неудивительно. И смотрите, мы так ножку поднимаем вверх, потянулись, сгибаем пролосик вперед на плечо и поднимаемся баланс. Это из брейк-данса, да, что-то? В качестве бонуса, я не знаю, как у Миши пойдет, но можно вторую ногу прокинуть сюда. Первую вещь запомнил, увидел. Хочется еще Диму спросить. Дима, а вот что для тебя йога? Йога – это изучение своего тела. Понятно. Дима, ну смотри, вопрос какой. Ты мог качаться, как нормальный пацан, но ты выбрал для себя коврик. Скажи честно, потому что там девчонки в лосинах. Ну, я скажу так, что да. Честно, все по-действию. Вот тебе кайф вот такие позы занимать? Да, смотри, это хороший вопрос. Йога всю жизнь для меня – это вызов. То есть я до сих пор не могу освоить многие асаны, их очень много. И каждый раз, приходя на занятия, если у меня что-то не получается, это всегда меня дровит пробовать еще. Я достиг одного рубежа, перехожу к следующему. Мишань, давай, береги тапки, поехали. Первое задание. Давай, потянешься хорошенько спину, плечи разводишь. Отлично, смотри, ты готов почти. Давай, одну ногу вытягиваем вверх. Вот эту. Давай вот эту, да. Вверху потянись. Сгибаешь руки в локтях и проносишь колено на плечо. Хочу отметить, тапочки очень элегантно выглядят. Глобой выжигает ногу. А локтями я должен упереться в грудь, здесь, в стороне. Слушай, вот этот вариант для девочек, можешь с него начать. Да, давай. Выпрямляй ногу, пробуй упрямлять. Немножко, вот эту. Заднюю пока не трогаем. Отлично. Все, сейчас. А теперь задней ногой пробуй немножко подпрыгивать вот сюда ко мне. Вот, вот, вот. Оп, оп. Есть, красавчик. О-о-о-о. Е-ой. Майкл, ну ты превзошел все мои ожидания. Смотрите на эти мускулы, они просто обновились в твои глаза. Брат, ну расскажи свои первые впечатления. Ты вошел в эту Астену. Я расстроен. Потому что мне удалось там провисеть, ну, 5 секунд максимуму. Я думал, что я такой крутой, сейчас вообще буду часами здесь стоять. Тяжелый низ, ноги туда куда-то перевешивает. И сложно держать баланс. Да я еще уперся. Да, да, да. Это хороший вариант, такой немножко чуть-чуть в черт. Дальше ты научишься делать это полностью на руках. То есть это подвод как стойка на руках, можно сказать? На руках можно стоять и делать вообще все, что угодно. Заплетать ноги в лотос. Всякие там делать брейкдансерские движения, как ты сказал. Но сейчас мы не будем стоять на руках, мы будем стоять на предплечьях. Давайте посмотрим, как это делать. Второй уровень. Начинаем с той же собаки, морды и низ. И сначала Мишу попрошу поделать вот такие упражнения. Локти пол. Сюда. Пол. Вверх. Последний раз очень плавно. Подводочка. Подводочка. Отлично. Дальше тоже самое нога вверх. И немножко попрыгать. И когда почувствует все время, поднимаемся в стол. Первая часть мне понравилась. Это прокачка трицепса хорошая сейчас. Да, ноги можно немножко подсгибать. Да, они у меня в принципе не упрямлялись. Я понял. Старайся даже немножко вот здесь прогнуться. Да, да еще один. О, вперед. О, как будто ты под забор подвалишь. Вот здесь. Ага, высота. Возвращайся. Да, возвращайся обратно. А, отлично. Миша, я трицепс близко с ним очень, чтобы красиво было. Огонь, я думаю, хватит. Теперь зафиксируйся на локтях внизу. Подожди, а передохнуть. Блин, кайфа мало, потому что вот вперед и вниз еще нормально, а обратно перегружаются что-то локти, связки там все. Да, нагрузка здесь большая, то есть это тебе не шалости детские. Ты забывал дышать. Старайся дышать, чтобы мы слышали прям. Ой, ну. Бро, я уже 10 минут не дышу. Начали, ты как начал прогибаться, я перестал дышать. Предплечье параллельно друг с другом. Затем вытягиваешь одну ногу и начинаешь на второй ноге немножко подпрыгивать, немножко пружинить. Отлично. И теперь сгибаешь опорную и немножко подпрыгиваешься. Во-во-во-во. Давай еще пару раз. Так, смотреть в пол. Да, смотреть в пол. Засчитано. Выпрямляйся еще. Куда? Поясница на меня. А ты где? Во-во-во-во. Красавчик. Бро, идеальное выполнение. Майкл, великолепно осмотрели стой руки в этой позиции. Перевернутые позы, они вносят некий хаос и непонимание, относительно того, что происходит. Потому что башкой вниз, это нетипично для меня. Бро, я, знаешь, я смотрел как-то видео урок Димона, и он там говорит, что перевернутые позы успокаивают. Типа, это, говорит, самая тема успокоиться. Это правда, но для этого нужно уже уверенно их выполнять. То есть техника должна быть безупречной. И позже ты сможешь здесь медитировать и активизировать парасимпатику, успокаиваться. Перевернутые обычно делаются в конце занятия йоги. Финальный раунд. Парная йога с Мишей Прыгуновым. Финальный раунд. Вызов от себя. Он стоит, ты на нем вот так висишь. Понял? Ногой зацепляешься, мы за шею висишь. Тебе надо будет встать вот так. Ага. И держать меня, Зар, вот так вот держать, да? Это ты... Я маленький пор, помнишь? Три года назад мы с тобой начали снимать видос, ты на мной издевался. Поэтому мы будем с ними бороться. Да. Водил меня везде. Я помню, как я на тобой издевался. Это вот тебе. Три раза подтянулся. Три раза. Два. Молодец. Два. Бро, это тебе месть. Давай, раздай мне яйца. Давай, 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 я не ссу. Пацаны, нас не заблокируют. Все, погнали. Легкий геостенок сегодня на канале FitStars. Смотри, он сам не может. Я-то стою, как каменный, просто. Лимон, не робей, Лимон, отсюда. Лимон, все нормально. Это было очень горячее упражнение, друзья. Попробуйте вообще эти упражнения, залезьте на своего кента и поставьте лайк этому видосу. Чуть-чуть бухнули, уже границы стираются между вами. А если ты прибухнул и говоришь к твоему другу, бро, ты ставь мне ногу на бедро, а вторую за голову заводи. Сейчас мы будем поднимать нишу ногами. Это прикольное упражнение, вы можете делать с другом, с тренером. А с девушкой можно? Нужно, нужно. Бро, после таких упражнений у меня может не остаться друзей. Да я знаю, ты сейчас упрешь, что у меня опять пах. Только ты должен быть прямой сейчас. Прямой? Упрямляйся, да, упрямляйся, сейчас ты поймешь. Ноги уже? Просто выпрямись целиком, постой. Ага. Петь, начинай падать на ноги. Да, давай, давай. О! Ну и че он теперь? Да я сейчас тебе руки сломаю, блядь. Друга. Я вообще не все плотно, понимаешь? Ты горючий. Красавчик. Доверься мне. Доверься. Чувак, не доверяйте ему, пожалуйста. Я представляю, что я лечу в дед, парю в небе. Как на его. Просто весь окруженный любовью и страстью. Броза, скажи про нахать. А у нас есть сайт, ты скажешь? Что скажешь? На котором. Скажу, что очень жарко. Очень жаркое упражнение, друзья. Очень жаркое. Кстати, у Димы вышла новая программа тренировок на нашем сайте. Очень горячая программа. Она так и называется, жиросжигающая йога. Попробуйте ее поделать. Кайфаните. Там сочетаются классические интенсивные фитнес-упражнения и йога-асаны. Промокод Горячая Йога. Ссылочка в описании. Пау. Димон, спасибо, что пришел. Больше не приходи. Ну ладно, приходи, Димон. Ты следующий, Саш. Окей, бро. Увидимся на моем канале.